25 января в нашем городе впервые состоялась так называемая русская классика. В рамках турнира ночной хоккейной лиги встречались две команды Белые Медведи и Гренада. Эта игра особенно выделялась среди 42 игр из регулярного чемпионата НХЛ, так как она проводилась не в ледовом дворце, а на открытом воздухе. Хоть погода внесла свои коррективы, шел небольшой снег, было немного морозно, но матч обещал быть жарким и об отмене игры не могло быть и речи. Такие моменты вспоминаются сразу детские года, когда не было ледовых дворцов, а юные хоккеисты после школы брали клюшки и коньки и приходили тренироваться на свою любимую ледовую коробку. На матче встречаются команды Гренада, Белые Медведи. Команды приглашаются на лед. Матч начался без так называемой разведки, сразу с обоюда острых атак. Мотивация была запредельной. Белые Медведи подошли к игре на первом месте, обыграв все команды. В свою очередь Гренада шла на третьем месте и проигрышевых планов явно не входил. В первую шайбу забили хозяева льда. Белые Медведи из передачи Георгия Колотова шайбу забросил Ярослав Костин. Первый период так и закончился со счетом 1-0. Георгия Колотова шайбу забросил Ярослав Костин. Во втором периоде игра также происходила на высоких скоростях. И в одном из сольных проходов Георгия Колотова ему удалось обыграть вратаря Гренады Алексея Лебедева. Таким образом он удвоил счет. Счет стал 2-0. В этот момент мне почему-то вспомнилась первая игра первого круга. Между этими командами, в которых сильнее оказались Мишкили. Тогда они уверен победили со счетом 4-0. Но Гренада не была Гренадой, если бы опустила руки. Эти взрослые парни, которым уже далеко за 40, включили обороты и просто смяли Медведей, забив 3 шайбы подряд. В этот момент присутствовала только одна команда. Команда Гренада. А молодые игроки Медведей просто были обескуражены таким поворотом событий. Первую шайбу отыграл Сергей Цыганов. Он замкнул прострел своего товарища. Второй голевой шедевр исполнил Евгений Литовченко. Согласитесь, такие голы можно смотреть бесконечно. Ну а третью шайбу забил Молничук в сумасшедшем проходе, попутно обыграв всю команду и опытного вратаря Белых Славу Овчинникова. Его шайба, скорее всего, будет претендовать на звание лучшей в турнире. Второй период так и закончился со счетом 3-2. В третьем периоде Белые вспомнили, что в доме хозяина просто обрушили шквал атак на ворота соперника. Но шайба упорно не хотела залетать. То вратарь блестяще играл, то игроки были немного неточны. Болельщики, коих собралось довольно прилично, поддерживали команды как могли. Кого болеешь, за черных или за красных? Скажи, Медведи вперед! И незадолго до финального свистка мощнейшим броском от синей линии пробил защитник Белых Медведей Евгений Лысов, хорошо защищавшего свои ворота Алексея Лебедева. Радости команды не было предела. И команды перешли в овертайм, где их ждала так называемая лотерея. Не дожидаясь буллитов, уже можно смело сказать, что матч удался с точки зрения результата и красивой игры. После матча экспресс-интервью дал игрок гренады Владислав Додайкин. Ну, в общем, начали как-то неподсобранно, пропустили быструю шайбу, то есть потом собрались, дядя Костя раздевал их, сказал слова, то есть поспокойнее, сравняли, вышли вперед на одну шайбу, потом опять подосрабились, подрослабились немного. Вот, потом пропустили шайбу, в общем, мишки сравняли, игра, в принципе, разная, одинаковая была. И те, и те старались очень, как бы, дошло до буллитов, ну, и как бы буллиты это навезение. Мы были немножко сильнее, и Леша помог, конечно, на ворот, не пропустил ни одной шайбы, а так, русская. А так, русская классика, просто супер.